Так, опять новая Merida, опять новая Merida, опять втулочки Shimano, такая вот огромная сковорода Dior, втулочки Shimano, втулочки Shimano у нас хрустят, смазки там нету, очень сильно вибрация идет, все закусывает, то есть надо сразу втулочки открывать и набивать туда побольше смазки и протягивать нормально, потому что сейчас все это хрустит, прям щелкает. Чем я и буду сейчас заниматься, все разбираю, то есть велосипед новый, пробег 5 километров всего, люди решили провести нулевое, так сказать, обслуживание, вот так вот у нас выглядит диск после 5 километров, весь в масле, вот столько у нас тут пыльки уже попало, и сейчас мы будем все это открывать, добавлять смазки и протягивать, контрить так, чтобы не закусывало. Со стороны тормозного диска вот такое количество смазки, смазка какая-то белая, достаточно вязкая, сейчас мы немножечко добавим туда матюля. А вот со стороны кассеты смазки, как мне кажется, совсем недостаточно, я вот вынимал, такая синяя смазка используется, видите, здесь смазки совсем мало, сейчас я вот такой синей добавлю много, чтобы она заполнила все пустоты. Обратите внимание, что вот эта гайка имеет скос, это для того, чтобы проще было в раму вставлять, соответственно, скосом наружу вставляется. Дальше все собираем, протягиваем, контрим, с этой стороны, кстати, было очень слабо законтрено, с стороны кассеты было законтрено хорошо с завода. Сейчас, соответственно, законтрим тоже хорошо, соберем обратную звездочку и тормозной диск. И вот эта операция у нас стоит 100 рублей, по времени занимает недолго, вы можете это сделать самостоятельно, если у вас есть, соответственно, съемники для кассеты, для тормозного диска и конусные ключи, чтобы разобрать втулочку. Втулка собрана, теперь там достаточное количество смазки. Смазку я использую вот такую, это для подшипников моторов лодок, которые плавают в соленой воде, то есть она максимально устойчива и к воде, и к соленой воде. Это, если вы зимой катаетесь, она сложнее разъедается, скажем так. Смазка дорогая, смазка хорошая, смазка пластичная, вот здесь характеристики NLG 2, то есть все очень хорошо. И теперь эта втулка прослужит намного дольше, она практически не вымывается, то есть нам приносили втулки, которые год-два отслужили и мылись даже под давлением. Смазка очень хорошо себя проявила, очень хорошо держится. Теперь все крутится хорошо, вообще никаких проблем не будет. Втулка прослужит дольше. Так, а рассказываю я про втулки Shimano TX505, то есть это не самые, скажем так, дешевенькие втулочки, но при этом они хрустят безбожно. То есть требуется смазка, сейчас я все это почищу, пыльники здесь не кокущие, металлические, смазка выдавливает. Вот, так что сначала перед тем, как разобрать, надо будет еще снаружи все это тоже почистить. Количество смазки, как вы видите, минимальное. Сейчас мы сюда добавим побольше смазки в переднюю втулку и будем собирать. Итак, смазали, протянули обе втулочки. Теперь от задней втулки вибрации нет вообще, все очень хорошо. Есть, ух ты как тут барабан-то, прям барабану тут не очень хорошо. Вот, протянули переднюю, от передней вибрации есть минимальная на больших скоростях, потому что, к сожалению, качество изготовления втулок совершенно не очень. Резина тоже гуляет, резина Мерида. В общем, есть нюансы, именно связанные с тем, что вот так вот это собрано на Шимане, все. Изначально звездочка здесь была на 30, клиент принес на 32, чтобы хотя бы хоть как-то увеличить размер звезды, потому что для такой сковороды, конечно, звездочка на 30, это совсем печально. Продолжение следует...